Добрый вечер. Что происходит, когда мы слушаем музыку? Как мы воспринимаем её? Эмоции, впечатления. Эти ощущения могут рождать в нашем воображении различные абстрактные картины, цветные ассоциации. Это и принято называть цветным слухом. Я очень люблю музыку, хожу на концерты, но всякий раз, как воздуха, не хватает пищи для глаз. Я очень люблю живопись, но когда я любуюсь на картины, я думаю об их многозвучности. Цвет и звук. Эти два понятия довольно абстрактны, но при этом значат нашей эмоциональной жизни, наверное, очень много. Какая же связь между ними? Один мой знакомый физик как-то мне поведал, что если найти закон взаимодействия звука и цвета, можно смело претендовать на Нобелевскую премию. Оказалось бы, чего проще. Вот возьмём семь нот октавы, солнечный спектр, разложенный на семь цветов радуги. Мы совмещаем, и Нобелевская премия в кармане. Ну вот посмотрите несколько примеров другого видения и другой теории этой взаимосвязи. Так видел Александр Скрябин. Сейчас одну секундочку продемонстрирую. Ничего не так. В тональности фа мажор цвет. А так видел Александр Скрябин тональность си мажор. Ну вот Константин Сараджев видел это по-другому. Ещё раз. Фа мажор. Нет, будьте добры, ещё раз. Так, ага. И си мажор. Уверен, и у вас будут свои ассоциации, которые, кстати, вы сегодня сможете проверить. Так значит, восприятие музыки субъективно. Ну ведь музыка — это диалог нескольких голосов, каждый из которых в диалоге с другими рождает прекрасное целое. С некоторым количеством трезвых мыслей и яростным желанием осуществить детскую мечту я поставил себе цель создать инструмент для цвета музыки. Какие же компоненты мне понадобились для этого? Во-первых, музыка, которая была бы разделена на голоса, исполнявшие роли в моём электронном оркестре. Тут мне помогли музыканты. Во-вторых, цветовая шкала, охватывающая видимый спектр цвета. Сенсорный монитор от одного прикосновения позволяет мгновенно управлять и переключать цвет. Ну и третий — это средство отображения. Чего же не хватало ещё для того, чтобы мой светомузыкальный концерт удался? Ну, конечно, зрителей. И если музыка — это диалог голосов, то что же такое концерт? Вы можете меня потом проверить. Ну вот смотрите, есть слово «кончерто», и в переводе с латыни оно означает «спор», «состязание». Но в английском языке есть слово «консорт», которое означает «согласие», «гармонию». Нонсенс? Нет. Это ведь принцип искусства. Значит, если музыка рождает в каждом из нас личные эмоции и впечатления, нужно создать условия для того, чтобы был диалог и синтез этих переживаний. Но что же произойдёт, если мы сольём все голоса воедино? Будет какафония. Но этого я не боюсь, потому что у нас есть границы, та же самая музыка, от которой мы никуда не уходим, а всего лишь разделяем ее на голоса. Что же будет, если мы сольём все цвета воедино? Вы знаете, наверняка будет чистый белый цвет, и в этом тоже нет ничего страшного. Но всё-таки я решил ограничиться тремя пультами управления. Вы ведь знаете, что цвет в нашем восприятии и в цветопередаче базируется на трёх основных. Это RGB, красный, зелёный, синий. Так родился проект Fusion Emotion. Управляя этим устройством, вы становитесь дирижёрами светомузыкального оркестра. Вы выбираете голоса и отчётливо слыша их, назначаете и раскрашиваете их цветами с помощью интерактивной шкауры. И это уже становится творческой мистерией, где коллективно создаётся светомузыкальный перформанс, где цвет и звук рождают вместе кончерта и консорт, спор и согласие, синтез эмоций. Конечно, я сомневался, удастся ли мне мой план, потому что устройство разрабатывалось и создавалось для любого пользователя. И не всегда каждому можно объяснить, что к чему. Но в реальности мы получили очереди, потому что многим хотелось несколько раз проиграть различные вариации понравившейся музыкальной темы. Должен сказать, что конструкция разрабатывалась изначально эргономически для взрослого человека, но как же я был счастлив, когда увидел, как дети с огромным интересом и довольно ловко управляются с этим устройством. И это не могло не вдохновлять. Но что же дальше? Дальше насыщение бесконечной и безграничной музыкой, технические усовершенствования. Сейчас устройство содержит 9 музыкальных тем, но в планах классическая, авангардная, инструментальная, вокальная, этническая музыка и даже поэзия. Что ж, первый шаг сделан. А главное теперь за самими участниками светомузыкального оркестра или светомузыкального перформанса. Мы сейчас покажем вам этот проект в действии, ну а потом вы сможете сами его попробовать. «Музыка» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok